Теперь мы на спорте! Екатерина Борисовна, я вас приветствую в нашей студии! Приветствую всех слушателей и вас лично! Скажите, пожалуйста, в какой должности вы себя ощущаете более уютно и комфортно? В роли функционера, на плечах которого решение организационных вопросов Федерации художественной гимнастики, или в роли тренера, который регулярно проводит занятия со своими воспитанниками? Скорее, как тренер, потому что вижу плоды своей работы, вижу благодарные глазки детей и испытываю большое чувство творчества в своей работе. А как функционер, наверное, сталкиваюсь больше с бюрократическими проблемами и, ну, наверное, немножко не моё. Ну, тем не менее, ведь в роли функционера тоже приходится решать различные организационные вопросы и тем самым помогать художественной гимнастике? Конечно! И где там, может, это и получается. И понимаю, что развитие художественной гимнастики в нашем регионе зависит именно от нас, от нашей Федерации. Поэтому стараюсь изо всех сил. А бывает такое, что вот в вас сталкиваются функционер и тренер, и кто в этом случае побеждает? То есть функционер, например, говорит «сделай так», а тренер в вашей душе говорит «нет, нужно сделать иначе». Или таких противоречий не бывает? Нет. Когда встаёт вопрос сравнения, конечно, поступаю как президент Федерации. То есть смотрю масштабно, стараюсь смотреть в пределах Кировской области, участие именно на больших соревнованиях. Нет, скорее, как президент Федерации. То есть нет такого, скажем так, благоволения именно к воспитанникам ВИАЦ-ШОР, а мыслите более глобально в региональном масштабе, скажем так? Конечно, конечно. Сборная области – это сильнейшие дети всех коллективов. Вот вы сказали про сборную области. Какие воспитанники, воспитанники каких школ туда входят, и насколько серьёзен отбор на соревнования? Сборная области у нас формируется каждый год по результатам, проходящих за предыдущий год. И, конечно, это большая конкуренция, большая борьба. У нас шесть коллективов. Большую часть, конечно, детей составляет ВИАЦ-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА, потому что этот коллектив настроен на высокие результаты. Молодые тренеры хотят найти свою звёздочку, довести до Олимпа. Очень большое подспорье от первой школы, детская спортивная школа номер один. С удовольствием отмечу город Кирово-Чапец, который присутствует у нас в единственном числе. Из областных школ, где тоже подпитываемся мы сборную область её воспитанницами. Вы, собственно, своим ответом уже перешли к следующему моему вопросу, который хотел вам задать. Хотелось спросить, а чем сегодня живёт художественная гимнастика региона? И один из таких подвопросов был, насколько она развита в Кирове и районах области. До него уже ответили. А вот чем всё-таки живёт художественная гимнастика? И можно ли её назвать, ваш вид спорта, наименее пострадавшим от пандемии? Нет, так бы не сказала. Всё-таки пандемия на нас сказалась. Ну, во-первых, все эти тренировки в онлайн, я считаю, что это утопия, особенно для спорта. Может быть, в школьной программе это и проходит, но, извините, в спорте однозначно нет. Слава Богу, что у нас не было каких-то ещё серьёзных травм, когда дети тренировались дома самостоятельно. Выход из неё ещё сопроводился тем, что наши старшие девочки, им по 17-18 лет, за такое сидение дома, конечно же, набрали лишние килограммы. А для нас это тоже существенно. Но забудем об этом. Впереди у нас очень хороший сезон. Мы с января начали его неплохо. А мы уже участвовали на первенстве Приворска федерального округа. У нас девочка Пирогова Даша даже вошла в финал для нашего региона. Это очень почётно. Сейчас в сборной молодёжной, юношеской мы съездили на первенство России и тоже вошли в 20-ку лучших команд, заняв 17-е место из 60 команд. Для нас это тоже почётно, потому что профессионалы это понимают. Первое место это Москва. Москва, Санкт-Петербург. То есть представьте, какие города перед нами, с каким бюджетом, с каким огромным потенциалом. И мы всё-таки создаём конкуренцию и пытаемся показать нашу именно художественную гимнастику Кировской области. Мы с вами беседуем буквально между двумя турнирами. Между первенством России, который уже прошёл, о котором вы уже сказали, правильно? И между чемпионатом ПФО, который состоится вот-вот буквально на днях. Если можно, о нём пару слов, где состоятся соревнования, кто в них будет принимать участие. Ну и если есть какие-то прогнозы, хотя бы осторожные, то какие планы строите на вот этот турнир? Хорошо. Да, молодёжка у нас закончила. И сейчас мы едем с мастерами спорта. Это сборная области, взрослая, на чемпионат Привожского федерального округа, который состоится в Пензе в ближайшие дни. Едем мы командой личного состава, где девочки выступают индивидуально, и командой группового упражнения. Сразу скажу, что Привожский федеральный округ очень сильный. То есть даже для вас это шесть первых команд, это ведущие команды России. И в основном там, где находятся центры. Например, Нижний Новгород, училище Олимпийского резерва. Пенза, училище Олимпийского резерва. Казань, училище Олимпийского резерва. Поэтому конкуренция очень сильная. И наша задача удержаться в этом Привожском федеральном округе на достойном месте. В том году у нас групповое упражнение заняло даже четвертое место. И девочки выполнили мастеров спорта. Очень страшно прогнозировать в этом году. Мы этого не любим. Но очень хочется, чтобы наши девочки нас не подвели. Давайте прогнозировать вы не будете. Я скажу, если займете, например, попадете в топ-5, то это будет достаточно неплохим результатом. Очень хорошим. Еще раз говорю, что впереди у нас Нижний Новгород, первое место. Причем это то училище, куда мы отдаем самых лучших своих детей. Это тоже как бы еще один из них. Но. То есть, чтобы не задерживать развитие каких-то звездочек, которые попадаются, одаренные от природы для художественной гимнастики, мы предлагаем их в училище, где они могут профессионально развивать свою деятельность, где поставлена профессиональная работа вместе со школой, вместе с проживанием, вместе с обеспечением, что, может быть, не можем обеспечить мы. Поэтому наши-то лучшие девочки борются против нас. А таких звездочек в Кировской области много? Конкуренция тоже большая. Отправляем, в принципе, ну, несколько. Несколько выживают единицы, потому что там трудно. Несколько ежегодно? Ежегодно по одной, даже не бывает и не по одной. Ну, то есть, поток достаточно регулярный, и в любом случае он не прекращается? Ну, не скажу, что регулярный. Немножко падает спрос на большой спорт. Многие родители уже не рассматривают вот этот художественную гимнастику как профессиональный спорт на больших этапах. Ведь это зависит все равно от родителей. То есть, когда ребенок проявляет интерес, и он очень хочет заниматься дальше художественной гимнастикой, в первую очередь это решают родители. А иногда родители говорят, да что гимнастика, давай лучше учись. Иногда родители немножко тормозят детей в спортивном направлении, если это достаточно затратный вид спорта. Художественная гимнастика насколько затратна? Затратный. Потому что у нас регион экономически слабо развитый, могу так честно сказать. И на развитие, например, художественной гимнастики выделяется небольшая сумма денег. И ее получают только вот сборные области, которые защищают честь на российских соревнованиях. А основная масса гимнасток – это спонсоры их родителей, которые экипируют ребенка, обеспечивают все поездки за свой счет. Плюс добавился еще и ковид. Теперь перед каждыми соревнованиями мы сдаем анализ на ковид, а соревнований в год бывает до 15. Вот посчитайте еще плюс сумму. То есть анализ на коронавирус вы тоже сдаете за свой счет? За свой счет, как тренер, как судья, как участник, спортсмен. И перед чемпионатом ПФО, который стартует на днях, тоже все сдавали? Да, мы сдали вчера, сегодня получили ответ, завтра мы все выезжаем. Все ли хорошо, все ли девочки здоровы? Бывает нет. И расскажу вот про первенство Приволжско-федерального округа. Там правило, что мы сдаем за 72 часа до прибытия на место соревнований. И с молодежной сборной у нас произошло ЧП. У нас у двух девочек оказался положительный тест, и команда не поехала участвовать. Команда не поехала в полном составе? В полном составе не поехала. Да. Ну, во-первых, две были, извините, с положительным тестом, а остальные были контактные. Хотя после времени оказалось, что у девочек симптомов нет. Ну, я так понимаю, что сейчас девочки здоровы, все хорошо. Здоровы, все хорошо. Переболели. Давайте мы не будем о грустном, все-таки пора уже, наверное, привыкнуть жить с ковидом. И, ну да, к сожалению, он вызывает определенное неудобство, но тем не менее. Знаю, что в этом году Федерация художественной гимнастики Кировской области отмечает достаточно серьезный большой юбилей. Вашей организации исполняется 70 лет. Уже есть какие-то предположения, наметки, как будете отмечать юбилей, и вообще состоится ли празднование этого достаточно серьезной даты? Вот, наверное, даже пожалуюсь. И скажу, что нет. Очень обидно, но пока мы не видим, в каком формате мы проведем наш праздник. Опять же, вмешалась пандемия. В предыдущие наши юбилеи мы очень сохраняли традицию, переданную нам, предыдущими тренерами, нашими ветеранами. Мы делали очень большие праздники. Например, один из последних праздников – это был спектакль филармонии, поставленный силами художественной гимнастики всей Кировской области. Но в силу того, что мы сейчас разрознены и тренируемся все отдельно, каждый в своей школе, мы не можем делать совместных каких-то репетиций, и поэтому, наверное, этот вопрос пока еще в стадии продумывания. Но я думаю, что все равно мы настолько все влюблены в нашу художественную гимнастику, что наш праздник мы все равно проведем. Это замечательно. Как раз сейчас вы говорили о воспитанниках, и, насколько я знаю, насколько помню, в художественной гимнастике достаточно рано заканчивают карьеру. Девочки, которые заканчивают карьеру, они куда идут? Чем они дальше занимаются? Если не в профессиональный спорт, то дальше куда? Ну вот про ранний вид спорта я бы не сказала. Вот представьте, если у нас ребенок начинает тренироваться с 4 лет, и до 17 лет, то, извините, не каждый вид спорта может этим похвастаться. Это 13 лет большой промежуток времени. И заканчивая художественную гимнастику в 17-18 лет, они, как правило, у нас все, в принципе, умненькие, с амбициями. И поэтому они стараются получить хорошее образование. И они идут в вузы соответствующие. Ну а кого гимнастика вот так зацепила, и которая девочка без нее жить не может, и как они у нас называют самое лучшее место на земле, это в зале художественной гимнастики. Они идут на тренера. И мы это приветствуем, потому что, в принципе, для меня тренер-педагог – это очень хорошая профессия. Ваши воспитанницы тренируют уже? Да. Как успешно. Я очень давно работаю. У меня много воспитанниц, которые так же, как я, остались работать тренерами. У них есть хорошие результаты. Я даже ими очень горжусь. Это замечательно. Знаю еще, есть такая проблема в художественной гимнастике. Не побоюсь этого слова. Проблема, что в Кирове в последние годы открывается достаточно много студий, которые привлекают детей разного возраста к занятиям художественной гимнастикой. Но зачастую подобные студии не имеют никакого отношения ни к Федерации художественной гимнастики области, ни к какой-то определенной спортшколе. Насколько подобные студии опасны для маленьких девочек, и чем, может быть, закончатся тренировки у тех людей, которые не имеют специального образования? Да, проблема есть. Существует уже несколько лет. Тоже сама по себе не решается, хотя мы ведем активную работу в этом поприще. Суть в том, что все любят называться художественной гимнастикой, потому что это бренд. Бренд раскрученный. Художественная гимнастика – это очень элитный, красивый вид спорта. И родители несведущие, они идут в этот вид спорта, причем их устраивает, что они спустились вниз, например, в какой-то подвал, где написана художественная гимнастика. Цена их устроила, и они просто отдают девочку, не задумываясь, кому кто тренер, не задумываясь, по какой программе ребенок будет тренироваться. И эта проблема у нас вот так и существует. Но мне бы хотелось сказать, чтобы родители немножко задумывались, куда и зачем они отдают свою девочку. Потому что художественная гимнастика хороша, но она может и навредить, если неправильно формировать движение, если давать чрезмерную нагрузку в неокрепшем младенческом возрасте. А у нас очень любят сейчас, как можно раньше начинать все профессиональные деятельности. У нас уже и два года вдруг художественная гимнастика появилась. Это, да, это бич Кировской области. А как-то можно бороться с подобными студиями, как-то отговаривать родителей, может быть, не отпускать туда, не отводить туда детей? Мы ведем просветительскую работу. То есть пытаемся в сайтах, в инстаграмах, ну, в средствах массовой информации рассказывать о том, что у нас существуют вот такие-то школы, которые работают по программе, они лицензированы, тренеры с образованием, тренеры с медицинским осмотром. А все эти клубы, там же непонятно, кто работает. Поэтому пока только просветительная работа. А по закону мы не можем их никак привлечь. Это на совести, в принципе, арендаторов, которые сдают свои помещения, и, наверное, самих проводящих эти уроки художественной гимнастики. Давайте тогда еще раз обратимся к родителям юных гимнасток, чтобы они выбирали для своих девочек специализированную спортшколу и отводили их художественную гимнастику к тренерам, которые имеют специальную категорию образования, медицинские справки и подготовку. Да, соглашусь. Художественная гимнастика у нас очень распространена. Маленьких детей у нас много, их ведут. Но, милые родители, задумывайтесь о том, зачем, куда вы ведете своих дорогих детей. Давайте будем заканчивать нашу программу. Я пожелаю вам успехов на чемпионате ПФО, который пройдет в Пензе. Желаю вам там занять достойное место. Ну и, соответственно, успехов в вашей карьере как тренера, так и президента Федерации художественной гимнастики Кировской области. Большое спасибо за внимание. Напомню, что в эфире была программа «На спорте». Меня зовут Антон Погодин. Сегодня мы беседовали с Екатериной Новиковой, президентом Федерации художественной гимнастики Кировской области. До свидания. До свидания. На спорте Редактор субтитры субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok